Почти каждые школьные годы сталкивался с трудностями в усвоении огромного количества дат, событий и имен на уроках истории. Согласно с этим и Мария Баширова, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы», которая решила создать проект для школьников по изучению истории с помощью интерактивных методов. Подробнее расскажет Екатерина Дементьева. 11-классница Юлия Зорина не понаслышке знает о том, что в игровой форме знания усваиваются лучше. Девушка не раз участвовала в исторических квестах на Ринмаре, поэтому может оценить эту форму мероприятия с разных сторон. Интерактивная форма направлена не на конкретное заучивание и углубленное изучение, а на повторение и выявление каких-то интересных моментов. Это небольшой объем информации, преподнесенный в интересной, подвижной форме. То есть ребенок не сидит за партой, а выполняет какие-то задания, тем не менее учится, получает необходимые знания. Идея проекта появилась у Марии Башировой давно. Вспоминая свой школьный опыт и организуя городские квесты, будучи сотрудником молодежного центра, она поняла, что интерактивные формы дают хороший результат в изучении истории. В наше время в школе, когда мы учились, уроки истории были хоть и интересные, но иногда хотелось больше какого-то, как сейчас говорят, движа, поиграть там во что-то, в квесты, не знаю, в какие-то интеллектуальные игры, викторины и так далее. У нас было этого не так много. Но если в столице Заполярье такие мероприятия проводятся не первый год, то в отдаленных населенных пунктах региона для этого не всегда хватает опыта. Упор в этом проекте сделан на две вещи. Это на интерактивные формы, активные формы обучения и на муниципальное образование. Потому что если, опять же, городским школьникам как-то легче во всем этом участвовать, доступнее, то у сел не всегда есть возможность выезжать на какие-то такие мероприятия, участвовать в таких квестах и так далее. Поэтому упор в проекте был сделан на муниципальное образование. Реализация проекта даст возможность провести обучение для активистов из муниципалитетов и в дальнейшем разрабатывать мероприятия и на местную тематику. Проект «Интерактивная история» вошел в топ-100 лучших по всей стране. Следующий этап пройдет весной в Екатеринбурге в очной форме.